Девушки отдыхают Вам уже давным-давно пора быть в школе А тебе пора быть в институте А не твое дело Если вы не справляетесь с детьми, тогда увольняйтесь с этой работы Так, и кто здесь не справляется с детьми? Женись, Елена Васильевна, но я няня, а не тренер школы по выживанию Маша, ты как одета, а? Тебе разве не говорили, что не должно быть больше трех цветов в одежде? Кто тебя одевал? Я, Аня Ангелина, ты когда вернешься из института, будешь мне нужна Господи, да я еще никуда не уехал, я тут с вами с ума сойду Елена Васильевна, я уже все, устала Они меня уже достали Это ваша работа Уж как вы меня загнали Ну ты знаешь, что делают с загнанными лошадьми Сегодня прекрасная погода У меня все получится Я всем доволен Окружающие любят меня У меня все хорошо Моя жизнь удалась Да что ж такое Холодный ветер с дождем Усилился стократно Все говорит об одном Что нет пути обратно Что ты не мой лаппушон А я не твой Андрейка Что улюбил наше село Батарейка Софочка Софа Софа Софочка Софа Софа Софа, ко мне! Софа! Софа, ко мне! Софа! Софа! Слышь, собаку отдай. Для начала можно поздороваться, а потом сказать спасибо. Так, Софа, иди сюда. Ага. Значит, София, да? Очень приятно. Меня зовут Алексей, можно просто Леша. Сонечка, как зовут вашу хозяйку, не подскажете? Я сказала, собаку отдай. Вообще-то, это она сама меня выбрала, правильно? Не так ли, Сонечка? Так, сколько ты хочешь? Ага, дело приобретает коммерческий оборот. Ну, тогда просто поцелуй. Поцелуй? А ты себя в зеркало видел? Чмо! Неужели все так плохо? Держи. Привет. Здорово. Слушай, ты чё, приготовил чё-нибудь, а? Я вообще не вздук ногой. Футбол всю ночь смотрел. Жак, слушай, ты всегда всё знаешь. Скажи мне, кто? Кто эта новенькая? А эта? А эта Ангелина. Перевелась к нам из лондонской школы. Чё-то у неё там не срослось. Не удивляюсь. С виду так классическая хамка. Надо бы её переучить. Тут полкурса таких, всех не переучишь. Угу. Ты всем-то не рассказывай. Всё, Маша, всё, хватит! Дети, хватит! Вам в школу пора. Всё, 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 Маша, не раз. Ай! Хватит, Маша, хватит! Ваня, перестаньте! Ваня, Маша, хватит! Вам в школу пора! Всё, перестаньте! Да хватит, я уже устала! Ай! Всё! Всё! Воспитывайте своих детей сами! Дети, до свидания! Стреляем сюда! Собаку на пол не ставить, лапа запачкает. Смотри, новенькая на горизонте появилась. Ну что, не видно, она пить хочет. Ребят, чего вы на меня уставились? Пошли, взяли воду, мисочку, ну? Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Опять ты? Сонечка, милая, я тоже очень рад тебя видеть. Пойдём попьём водички, да? Так. Не нормальный, что ли? Только в вашем присутствии, а так я гордость этого курса, если что. А я думала, ты местный клоу. Сколько я должна завода? Ну, вообще, в этом числе одиннадцать цифр. Не поняла. Это номер вашего телефона. Ага. Ага. Возьмёшь рюкзак? Куда ты разогнался? Ага. Ага. Софочка. Чувак, ты чего снимаете? Отойдите! Чувак, ты чего? Вставай! Чувак, вставай! Чувак, ты жив? Ребят, чего это? В больницу надо! Отойдите! Что они с тобой сделали? Ай! Блин! Говорил, тебе девки до добра не доведут! Давайте за руки, за ноги его в машину! Помогите! Помогите! Ребят, помогите! Ну, давайте, давайте! Ну-ка! Сопочка, 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 давай! Сопочка, дверь закрой! А, подка… Я сказала, дверь закрой! А я! А ты здесь! Я! Что? А? Ты что-то сказал? Что? Где я? Что со мной? Как меня зовут? А? Тебя, кажется, Леша зовут! Так, послушай, Алексей, я не хотела тебя сбивать! Я, я правда, честно, не хотела! Ага! Ты прибереги свое оправдание для органов! Для каких еще органов? Для следственных, для каких же еще? Ты же теперь понимаешь, что у тебя будут большие проблемы? Так, сколько? Сколько ты хочешь? Не все в этой жизни измеряется деньгами! А вдруг у меня будет теперь потеря трудоспособности! Что-то серьезное! Я вот чувствую, что я ног не чувствую! У меня рука отнимается! А? Ну, и что? И что мне теперь делать? Не знаю! Ну, в больницу ехать нельзя! Потому что там придется все рассказать! И тебя посадят! Есть только один вариант! Поехали к тебе! Да, Сонечка! Сонечка вот тоже в тюрьму не хочет! Потому что там сыро и темно! Что? Слушай, ты вообще как рулишь, а? Вот как ты рулишь, а? Мам, ну я не знаю! Ну какой это клоун институтский? Ну чего он вообще под машину полез? Слушай, ты вообще как ездишь, а? Ну я не знаю, как это произошло, правда! Мама, а ты вообще что-нибудь знаешь? Ты живешь без забот, без хлопот! Папаша все тебя разбаловал! Я вообще в твоем возрасте уже тебя родила! Ну хорошо, не самый лучший пример! Мам, ну зачем мы будем сейчас это выяснять? Ты мне лучше помоги! Вон видишь, проблема! Зачем ты его вообще сюда притащила? Ну был бы какой-нибудь мышонок, котенок, собачка, я не знаю, а? Ну а что мне нужно было делать? Ой, ну хорошо, ладно! Сейчас все улажу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой! Ой-ой-ой-ой! Имя? Леша, Алексей! Леша, Алексей, сколько? Сколько? Лет. Послушай, вот я сейчас вот неважно себя чувствую, давай так, вопрос-ответ. Ага. Сколько денег тебе нужно, чтобы забыть всю эту историю? Да дело не в деньгах. А в чем? Мне работа нужна постоянная, так, чтобы на год. Могу рабочим быть сторожем, садовником. Садовником. Будешь садовником. Только про эту историю забываю, хорошо? Спасибо большое. Вы не представляете, какое счастье иметь постоянную работу. И представлять не хочу. Да. Алло, Жека. Ну что, можешь меня поздравить? Теперь я у него работаю. Все сказал? Ну да. Так вот, ее папик в прошлом месяце занял лидирующей позиции в кондитерском направлении. Сразу же после фишмана. Но был втянут в какой-то крупный скандал с акциями. Так что не надейся на стабильный заработок, Леша. Это же семья Аистовых. Аистовых? Да. Так что теперь подумаю, поздравлять он тебя или нет. Голова прошла? А? Голова прошла? Да. Да. Вы знаете, работы как-то расхотелось. Я просто с доктором своим посоветовался. Мы решили, лучше будет написать заявление. Вот. Так что вот так вот. Слышь ты, сынок. Договор дороже денег. Если ты кому-нибудь расскажешь о том, что случилось, я тебе такое устрою мало не покажется. Ясно? Ну теперь вообще все ясно. Да дай ты ему денег, мам. Да не нужны мне ваши деньги. А ему не нужны наши деньги. Это единственная в мире человеческая особь, которой не нужны деньги. А что ж тебе нужно? А что ж тебе нужно? Работа. Работа ему нужна. И мы дадим ему работу. Значит, завтра ты подстрижешь кустарники вокруг дома, уберешь листья и вскопаешь землю вокруг роз. Если будешь ты стараться, все исполнишь до конца, то на бал полюбоваться сможешь ты в окно дворца. Если не будешь. Мам, вернусь поздно, у меня проблемы. Пошли давай. У нее проблемы. У меня проблемы, у него проблемы. У всех проблемы. И где этот человек, который должен разруливать эти проблемы? Многие полагают, что в нашей стране вести крупный бизнес честно, это совершенно невозможно. Так вот, у меня есть основания с этим не согласиться. И вот именно с этих оснований мы с вами начнем после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Внимание, до эфира осталась одна минута. Ребята, а Тихонов не появился? Не смог вылететь из Лондона. Пытаемся наладить связь по скайпу. А что там с Тихоновичем, правда не может вылететь? Все, спасибо, спасибо. Ну, всей информацией я, конечно, не владею, но мы выясняем, выясняем. Удачи. Ну, видите, жалко, конечно, что Игорь Валентинович отсутствует. Я бы ему задал пару личных вопросов. Да, ну, господин Аистов, ну, все-таки хочу вам напомнить, что сегодня эта тема у нас посвящена благотворительности и помощи большого бизнеса нашим соотечественникам. Я все понимаю. Ну, просто то, чем занимается господин Тихонов, это помогает только ему лично. А интересы отечественной и конечной промышленности, к сожалению, в список его приоритетов не входит. Внимание, до эфира осталось 10 секунд. Уважаемые телезрители, напоминаю, мы с вами в прямом эфире, и нам наконец-то удалось установить виртуальное общение со вторым гостем нашей программы. К сожалению, сегодня он не смог добраться в нашу студию из-за забастовки стюардесс, но он на прямой связи с нами из Лондона. Итак, Игорь Валентинович, добрый вечер, вы меня слышите? Не только слышу, но и вижу. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Игорь Валентинович, ну вот скандал вокруг приобретения акций не то что не утихает, а только нарастает. Может быть, сейчас, пользуясь случаем, вы могли бы заявить свою позицию, тем более, что ваша война с империей Аистова – главная топ-новость? Ну, не я развязал эту войну. Ну, так давайте сделаем телевизионный ринг. Аистов против Тихонова. С удовольствием. Только если мне дадут настоящие боксерские перчатки. Я крупный бизнесмен и с нищими не сражаюсь. Ну, что ж, тогда мы переходим к телефонным звонкам от наших телезрителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неважно выглядишь. Ой, не начинай, а. Лена, я понимаю, творческий кризис там, все такое. Пора уже как-то себя в руки брать, что-то делать. Не заражай Линку своей депрессией, это дурной пример. А не появляться дома и взваливать все на мои плечи. Это хороший пример, да? Ой, Лена, не смеши меня, какие проблемы у тебя? Что, ногой сломался? Или на показе мод кто-то был в таком же платье, что и ты? Я думаю, со своей бывшей ты так не разговаривал. У меня от нее ребенок, между прочим, не забывай, который, поверь мне, не хуже, чем твои дети. Мои? Наши дети Аистов. Наши. И ты должен… Я тебе ничего не должен, Лен. У тебя все есть. Даже больше. Я пришла сказать, что вчера наша дочь сбила на машине своего однокурсника. Лен, ты чего говоришь такое? Лена, сбила, привезла сюда и свалила на мою шею. И что это? Ты… И я взяла его садовником, чтоб заткнулся. Так он жив. Как Ленин, живее всех живых. Нам же теперь не нужны лишние разговоры. Или я не права? Дорогие друзья, через несколько минут начнется защита конкурсных работ студентов нашего института. Просим всех занимать свои места. Да. Да. Алло, ты где? Ты приедешь? Еду, не волнуйся, Катюш. Еду. Робик, чертова. Может, немного задержусь. Ну хорошо, но проходи тогда прямо в зал. Да. Да, главное, там не волнуйся. Все будет хорошо. Все целуйте. Ух… 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 Проанализировав все присланные работы, конкурсная комиссия признала, что они выполнены на довольно высоком профессиональном уровне, что говорит о качестве подготовки учащихся нашего вуза. АПЛОДИСМЕНТЫ Как следствие, ряд строительных компаний заинтересовались проектами наших студентов. Именно поэтому в текущем году было принято решение изменить условия награждения конкурсантов. Теперь победители трех лучших проектов сумеют их реализовать. Он бы сюда волшебную палочку, золотую рубку, Джина в передаче. Ничего, я думаю, ты победишь. Итак… Что ты хочешь сказать? Чего? Здесь ни при чем, конечно. Жюри нашего конкурса… Катькина, уж ни при чем. Выбрала три лучших проекта. В разделе «Гражданское строительство» победу одержал Артем Шевченко. В разделе «Промышленное строительство» победителем стал Сергей Лавров. А в конкурсе «Ландшафтный дизайн» победительницей стала Екатерина Мартынова! па! Я свой проект назвала Надеждой! В честь моей мамы! Я надеюсь, он нам будет гордиться. И я надеюсь, что мой проект позволит владельцу смотреть надежды будущего. Спасибо. Я ничего не понимаю. Время званого обеда было известно за неделю. Гости уже практически в пути. Что здесь происходит? Где Роман? Я не знаю. Роман Алексеев сказал, что выезжает. Виктор где? Я здесь. Виктор, это что такое? Уже через час придут гости, ничего не готово. Вы абсолютно распустили прислугу. Осмелюсь уточнить, мадам. Я не домоуправитель. Я ассистент Николая Константиновича. И вот эти проблемы со столом не входят в мою компетенцию. А не мейная за оплата, которую платит мой муж, входит в твою компетенцию. Виктор, или вызванивай Роман, или сам давай накрывай этот стол. Хорошо. Давай, давай, давай. Ильина Васильевна, ну это же морской стол. Это только Роман знает Алексеевич. Хорошо. Вот это для чего? Ну я не знаю. Что это такое? Что это? Я не знаю. Это вилка для лобстера. Чего? А у вас что, с сервировкой проблемы, да? Да. Позвольте? Это же очень просто. Пожалуйста. Так, тарелочка для основного блюда, тарелка для десерта. Так, ну конечно, вилочка с ложечкой. Ага, ножик для десерта. Обязательно. Так, бокалы, вино, шампанское. А сколько человек будет у нас? Двенадцать. Так, двенадцать. Для эскарко. Так, ну и конечно, для соуса. Угу, последний штрих. Вуаля! Вау! Слушай, ты что, в ресторане работала? И такое тоже было. Алексей, а такой вот вопрос, может быть, в вине разбираешься? Показывайте. Чё, правда? Ну, а чё, нет. Пошли. Так, ты пока вот как сделали, повторяй, накрывай. Давай-давай-давай-давай. Всё запомнил. Пойдём. Пока. Белка. Белка. Белка, ты где? Я приехала. Иду. Ну, как? Ну, как? Как всё прошло? Я даже не ожидала. Я получила солидную работу, и мой проект будут финансировать настоящая строительная фирма. Вон, там всё написано. Поздравляю. Екатерина. Теперь ты точно уйдёшь из нашего магазина. Да ты чего? Я только на каникулах. Там ещё строительство не закончено. Завидую я тебе, Кэт. Я тебе говорила, поступай в институт, так что не надо. Мне бы замуж выйти. Желательно за олигарха. Маленького, лысенького, слепоглухонемого, капитана дальнего плавания. Ну, как-то так. И как ты теперь будешь учиться? Свободное от стрижки газонов время. Но у меня есть перспективы роста. Стану посыльным, вот, например, как сейчас, когда нужно забрать флористику для обеденного стола. Не перетрудись. Не, что не говори, Жека. О посыльном быть хорошо. Вот послали тебя куда подальше, и идёшь, ни о чём не думаешь. Класс. Нам надо поговорить. И тебя с добрымутом, дочка. Как спала? Пап, мне некогда. Я в институт тороплюсь. Кстати, как твоя учёба? Привыкаешь? Пап, ну зачем ты меня забрал из Лондона? Здесь сплошные придурки. Я хочу, чтобы ты училась и работала здесь, на родине. Я? Работала? Пап, у тебя что, настолько плохо дела идут? Ты об этом хотел поговорить? Пап, я хочу в Лондон. И немедленно. Лин, мне звонят, видишь? У тебя всегда не хватает времени на нас с мамой. Я перезвоню. Линка, я тебя услышал. Я звонил в институт. Мне сказали, что твоя учёба, к сожалению, продвигается так же плохо, как и в Англии. Поэтому я решил тебе бросить спасательный круг. Спасибо. Ты поговоришь же с деканом? Нет. Я заблокировал твою кредитку. Ничто так не способствует повышению деловой активности, как отсутствие средств. Иди, а ты опоздаешь. Мужчина, москвич, 34 года, волосы каштановые, глаза карие, без долгов, алиментов и кредитов. Ищет спутницу жизни, красивую, обаятельную, худенькую девушку. Ну, это выдержать можно? Ну, что нам пышком делать? Слушай, мне кажется, тебе вот это подойдёт. Одинокий дедуля уже не в соку, не курит, не пьёт и спит на боку. Укушу. Слушай, Лёг, ты мне, конечно, извини, но Ангелина твоя, по-моему, просто мажорка, живущая за папин счёт. Да ты никак ревнуешь? Да нет, ну ты что? Да мне вообще другие нравятся. Ну, поумнее, покрасивее, чуть постарше и вообще. Я помню, помню твоё. И вообще. В общаге! Ой, ну ты хватит. Всю жизнь меня теперь помнить будешь. Ну, вот как тут выйдешь замуж? Кто так пишет, а? Кать, скажи, что такое МЭССПП? Здрасте. МССПП — это значит молодой, стеснительный, симпатичный парень. И он стоит прямо перед вами. Это вы? Ну, нет, ну что вы. Вот он. Посмотрите повнимателем. Это молодой самец, брутальный Казанов. Берите его в оборот прямо здесь, сейчас. Ну, я не знаю. А чего же ждать? Надо действовать здесь, сейчас. Завтра никогда не наступит. И ему, кстати говоря, не нравятся худые девушки. Правда? Ты представься, как тебя зовут Евгений? Евгений. Очень приятно. Белка. Евгений студент. Покажи зачётку. А. Да. А. Осторожней, Женя. Я хорошо вижу, спасибо. Ничего себе, институт международных отношений. Я могу вам чем-то помочь? Боюсь, что мы с вами им уже ничем не поможем. Евгений старый холостяк, не знающий слов любви. День педёрки. Они нашли друг друга. Вы отличник. Хорош трепаться. Что вам нужно? Лично мне нужна любовь на всю жизнь. А сейчас я пришёл за роскошным букетом. Тогда пойдёмте туда? Угу. Проходите. Угу. А, в общем, по накладной у нас сегодня 35 букетов. Два ящика голландских роз, свежих. И два ящика ароматической зелени. Если вы желаете эксклюзив, мы можем позвонить в Голландию. И свяжемся с поставщиками. Невкусно. Нет, цветы нужны сейчас. А вы, я смотрю, тянете время. Ну, если честно, тяну. Нужно время перезнакомиться как-то. Просто в наше время очень сложно найти порядочного парня. Девушка, ну что же вы так сразу меня берёте в обороты? Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Алексей. Можно просто Лёша. А меня зовут Катерина. Можно просто Кэт. Угу. Катя, Катя, Катерина. По-моему, всю предыдущую жизнь я пошёл без вас зря. Ну, понятно. Если честно, ваш букет там. Белка — это вообще-то Белла. Да меня бабушка назвала в честь своей прабабушки, но мне Белла не нравится. Как-то так по-салдафонски Белла. А Белка, ну, как-то так живенькая. Ну, да. Меня, кстати, Евгений зовут. Я знаю. Девушка, ну. Девушка, ну, я вам в сотый раз объясняю. Мне срочно необходимо разблокировать кредитную карту. Единственным лицом, которое может... Это нестандартная ситуация, девушка. У Леночки всегда такой богатый стол. Как жалко, что я на диете. Здесь все на диете, дорогие дамы. Поэтому, кто хочет комфортно поститься, советую положить бриллиант в рот. Это утолеет голод. Как интересно. А ещё я советую смолоть полграмма золота в порошок, закатать это в щепотку муки и проглотить. Золото будет растворяться в желудке два месяца и, соответственно, очищать его. Вы будете сиять изнутри, дамы. Слушай, как тебе этот парень? Ну, знаешь, если бы не он, то вот ничего бы этого не было бы. А ты не задумываешь, что он одинаково хорошо справляется и с разносом вин, и с садовым инвентарём? Аистов, тебе не угодить. Может быть, он универсален? Так не бывает. Алексей, простите, вы не знаете, где наша дочь Ангелина? Единственным лицом, которое может дать распоряжение о снятии временного запрета на проведение операции, является Николай Константинович Аистов. Так что… Ну, хорошо, папуля. Ну, что, за хозяев этого дома. За хозяев. Ну, за хозяйку, конечно. Ты тут, говорят, бесплатные советы раздаёшь? Может быть, и мне что-то подскажешь? Ну… А то я сейчас остро в них нуждаюсь. Купите опал. Опал – камень страсти. Он разжигает огонь изнутри. А может быть, ты мне его подаришь? А то я на мели. Ну, как только стану старшим садовником, так сразу же. С этой минуты вечер будет с танцами. Я прошу прощения. Ну, как интересно. Я прошу прощения. Поймал. Оригинально. Красиво. Красиво. О, браво! 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 О, браво! О, браво! Алексей, займитесь детьми, а? Как скажете, я возьму. Угу. Браво! 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 Привет, детки. Ага. Веселитесь, да? Ага. Понятно. Я смотрю, веселье у вас хоть отбавляет. А я думал, что дети вообще никогда не скучают, тем более, когда толпой собираются. Или это не так? Может, поиграем во что-нибудь? А? А во что? Ну, в прятки, например. Да вы дети вообще! Ау! А ты кто? Горочная! Вот убирайся отсюда! Кто это? Это чей друг? Значит так! Слушаем меня внимательно и запоминаем! А кто вставит свое веское слово, получит контрольный выстрел в голову. Понял меня? Я узнал, что в этом доме хранятся настоящие сокровища. И те, кто сможет быстрее всех найти его по этим подсказкам, соответственно, смогут на него претендовать. Поэтому изучаем подсказки, читаем внимательно и отправляемся прямиком за ним. Понятно? А это Никидалова, типа все в заправду. Хотел бы я посмотреть на твоего папу. Типа Никидалова, типа все в заправду. И сокровища где-то здесь? Да, именно в доме. Но ваши айпады, айфоны, ай, как все дорого это, придется забрать, чтобы все было по-честному. И самое главное, друзья мои, у вас есть всего лишь тридцать минут. Ну что, поехали! А что так мало-то? Я в своем доме что, ограничен по времени? А форы девочкам будет? Нет, форы девочкам не будет. Здесь все по правилам. Точно разводняк, я это нутром чую. Ну ладно, не хотите, как хотите. Раз, два. Смотрите, как они бегают. Не надо. Хорошее настроение. Это и есть настоящее сокровище. Жить надо настоящее. Да? Ага. Люся, пора, пора, пора. Уже все, уже все. Пора домой. Пора домой. Леночка, одолжите своего бобиситтера нам на выходные. Слушайте, что Алексей с ними сделал. В первый раз такое. Обычно от компьютера не отпущите, а тут, ну пусть сделает детский праздник. Вы знаете, это абсолютно невозможно. Я сама его ждала очень долго за большие деньги. Прекомендатель, да. Он универсальный. Вам очень повезло. Ну что, счастливо, пока. Счастливо. Пожалуйста. Все. Он на мне женится. Это он тебе сказал. Да сейчас дождешься от них. Кто из мужиков нам такое скажет? Мужки, они же существа нерешительные. Просто Евгеша подумал, а я сама все сразу поняла. А ты не торопишь события? Знаешь что, если их не поторопишь, можно вовсе не успеть. И до самой смерти, крошка, можно в девках просидеть. Да. Николай Константинович, вы меня вызывали? Да, Алексей, проходи, проходи. Угу. Как говоришь твоя фамилия? Агафонов. Ну да, Агафонов. Ну вот видишь, не сходится. Что не сходится? Да ничего не сходится. Я тут справки навел, ты, оказывается, лучший студент потока. А, научусь вроде неплохо. Неплохо. Угу. Ну а что можно сказать о волатильности рынка? В каком его секторе лучше всего покупать акции? Трейдеры используют волатильность для оценки заданных изменений на конкретную дату. Назовите мне дату, и я вам скажу абсолютно точный ответ. Вас какие компании интересуют? Сырьевые или энергетические? Хорошо бы перед покупкой узнать побольше информации. А лучше инсайдерской. То бишь преступной? Ну, это вопрос, конечно, философский. Некоторые называют это преступным словом шпионаж, а некоторые — героическим словом разведка. И ты нанялся ко мне садовником? Ну, это лишь стартовая позиция. Я планирую сделать у вас головокружительную карьеру. Занятный ты парень. Не хочешь правду рассказать? Не хочу. А зачем? Но скажи точно, мне нужны деньги. Это ведь тебя Грина сюда порекомендовала, да? У нее были убедительные рекомендации. Жена моя тебя хвалит. С детьми не ладишь. Хотя все няни из нашего дома бегут. В общем… В общем, есть у тебя предложение. Не хочешь ли поработать у нас с домоправителем? Должность вакантна. Не хочу никого со стороны брать. Так я же ведь тоже со стороны. Не справишься, уволят. Размышления, пять минут. Вот. Я согласен? Ну, сколько можно тебя учить Завя? Ребята! Слушай, а кто у нас на курсе торгует курсовой? В смысле? Тебе на тройку? Мне на пятерку. Ну, это у нас только Лешка Гафонов, которого ты сбила. Вообще-то он на красный диплом идет. Но он не торгует. А это мы еще посмотрим. Ну и что? Лен, ты занялась бы чем-нибудь, а? Не знаю, хотя бы детьми. Няня уволилась. Директриса из школы звонила, жаловалась. Говорит, уроки прогуливают. А я не нянька. Я актриса. Ты прекрасно знаешь, что меня не утвердили на главную роль. И кто сниматься будет? Элеонора Полонская. У нее, видишь ли, таланты. И трясет она ими прямо в кадре. Уже песок сыпется. Да она ж вроде не старая. Ты специально мне сейчас это говоришь? Да, и подумай заодно о том, куда мы отсюда будем съезжать. Если Тихонов меня дожмет, я вот этот дом не потяну. Послушай, ну давай мы исправим твой день рождения, ну в узком кругу. А, ну противно же эти рожи видеть. Ты что? Жена, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не-не-не. Обед должен быть грандиозным, чтоб память о нем в веках осталась. Понимаешь? Чтоб все видели, что аистов еще летают, никому не сбить их с пути. Грандиозным. Даже если это будет наш последний обед. Да. Леша, это я. Ангел. Рад слышать. Ну ладно, если хочешь. Можешь называть меня именно так. Когда мне за тобой заехать? Куда заехать? Куда скажешь. Или ты уже передумал приглашать меня в клуб? Слушай, давай вечером, хорошо? Просто у меня твоя мама кое-что сделать попросила. Представляешь, звонили из съемочной группы, предложили эпизод. Так мало того, что эпизод, еще и роль горничной, главной героини. А что делать, я не знаю. Отказаться? Больше не позовут, а соглашусь, так скажут, что упала ниже плинтуса. Согласились? Ты в себе вообще? Ты меня вообще в эпизоде видишь? Ну, говорят же, не бывают маленьких ролей. Это те говорят, у кого больших не было. А у меня их, знаешь, сколько? Вот, смотри. Угу. Мне ребята сделали из киностудии. Тебе нравится? Конечно. А это вы? И ты туда же, да? Аистов не верит в меня. Елена Васильевна, а можете мне этот материал скинуть на почту? Да. Ну, так. На всякий случай. Посмотрю в спокойной обстановке. А ты мне сначала не понравился. Даже очень. Я подумала, ты охотник за приданным. Елена Васильевна, а хотите, правда? Угу. Я действительно охотник за вашей дочерью и за ее приданным. И вы мне в этом волей-неволей помогаете. Вот. Все? Ну, то, что ты парень с юмором, я сразу поняла. Ты знаешь, мне кажется, что ты меня понимаешь. Поэтому мы остановимся. Вот. Тут. Ага. Давай, паркуйся. В театре ведь как думают? Чем пошлее, тем веселее. Правильно? Зрителя нужно воспитывать. А то он смотрит всякую шнягу. Не, ну, а кино? Ну, кино вообще, а? Артисты. Они же должны, они же должны себя искать. Ну, я вот себя нашла. Я. Понимаешь, я нашла себя. Намили-мыли-невноли. Мы ловили для меня. Мы ловили для меня. Мы ловили для меня. Любви не меняли. Мы мило молились. Туман лиманом. Они для меня. Ой, какая… Какая же это прелесть. Ага. А теперь пора за шмотками. Угу. 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 Всем привет! А вот из шмотки. Так. Здравствуйте. Так. Спокойно. Это что такое? Извините. Что это за порнография? Что это за порнография? Это последняя коллекция. Девочка, это последняя коллекция порнографии. Ага. Куда в этом ходить-то, а? В театр. А я буду ходить в театр. В театр. В театр. Ну, конечно. В театр. Ага. Лево-беделивый театр. Как люблю его я. На Бог, не надо, Елена Васильевна. Не надо? Нет, конечно. Мы берем. А нам же в театр не в чем ходить. Не в чем. Берем. Да. Елена Васильевна, нам пора. Куда? Туда. 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 А вы нам упакуйте, пожалуйста. А вот дырявый пакет. Шумела камыш. Тереть. Я думаю… Тихо-тихо-тихо. Прошу вас. Сейчас главное, тихо. Лёша… Сейчас, тихо. Шуба-машиня забыл. Это сейчас не важно. Главное, чтобы камыш не шумел. А, а где все? Так, осторожно. Тихо. А где это? Тихо-тихо-тихо. Осторожно. Раз, ступенька, два. Сейчас совсем тихо. К черту подробности! Тихо. Так, тихо. Прошу вас, Елена Васильевна. Что-то плохо мне, Лёша. Мне хорошо как-то. Так. Ну, а кому сейчас легко-то? Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Так. Ага. Мне так, Лёша, плохо. Ой, Лёшечка, ты знаешь, я ведь так хотела тебе сказать. Ай, что это, Лёша. Лёша отдаляется. Ой, спите, Елена Васильевна. Ой, Лёша, я смотрю на него и думаю, кто этот человек? Зря вы так, Елена Васильевна. Хороший человек Аистов. Да, хороший. Хороший. А детки маленькие мои так уже в школу пошли. Ну, а детки-то вообще прекрасные. Да, детки. Дочка. Ой, Лёша, выросла, как выросла. Дочка. Ангелина прекрасная. Тоже мне. Ой, Лёша, спи. Спи, Лёша. Да, да, я сплю. Я тебе ещё раз повторяю, этих бумаг не существует. Всё, не нужно паниковать. Если бы они были, Тихонов давно бы уже с нами покончил. Да, конечно. Виктор моя правая рука и левая тоже, он в курсе всех операций. Без него мне конец. Ну, а ты как думал? Я пришёл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно каким-то светом для тебя затрепетало. Привет. Мне, конечно, очень приятно. Особенно учить раньше, что сейчас вечер. А слушай, у меня такое ощущение, что мы знакомы с тобой лет десять. Мы раньше на Едине встречались? Нет, не встречались. Учишься? Ну, пытаюсь. Много времени занимает работа. А где Белка? Я её отпустила. Вот она. Вау! Ученик превзошёл учителя. Великолепно. Правда, губы обветрит. А я поцелался первый раз только на третьем свидании. Ты что-то хотел? Ну да. Ну и на кого мы учимся? Ну, вы не знаю. Я на архитектурном, на ландшафтного дизайнера. Просто слабоват. Оперативочки добавить бы надо. Да и ведушку поменять. Так. На ландшафтного дизайнера, значит, да? Хорошо. Как только я буду строить свой замок, обязательно тебя позову. Надеюсь, что будет не на этой неделе, а на чём есть семинары. С тобой, конечно, прикольно болтать, но мне бы надо собрать какой-нибудь букетик. Как тебе сказать? Не стандартный с любовью. Точно. Сейчас. Угу. Вот. Вот этот. На языке цветов, это означает… Любимая очень счастлив. Твоя любимая знает язык цветов? Думаю, нет. Но уверен, что я её обучил. Хорошо. Сейчас я тебе с дачи помню. Да нет, не надо. Возьми, это тебе. Ну, это букет невест. Ну, это же замечательно. Значит, скоро выйдешь замуж. Я не вижу ваших рук! Я не слышу вас! Давай качаем! Я никогда не был в этом месте! Тебе нравится, да? Посмотри, какой он классный! Ну да, он классный! У тебя есть зажигалка? Я не курю! Класс! Идём, потанцуем! Может, пойдём в другое место? Сиди тогда тут один! Я сама оторвусь! Детка, детка! Ну чего-то, я тебя тоже люблю! Я люблю эту девчонку! Е-е-е-е! Э-э, ты чё? Э-э, отпусти! Какая страшная! У-у-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у-у! Блин, ты чё творишь? Смотри, куда ездишь, мы чё-то переход не въехали! У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ну и пускай остановит, если будут полицейские! Я сделаю полицейский разворот! Смотри! У-у-у-у-у-у! Лёха! Привет! Здорово! Слушай, ты бы фильтровал свою работу, а ты уже задолбался всем врать, где ты шляешься! А ты считал последний Форбс? Нет, сейчас бегу и куплю! А чё там? Посмотри на букву «А» Агафонов Алексей. Есть в списке? Мне в этом месте нужно смеяться! Я не шучу, Жека! Мне туда фазарез надо! Ты бы ещё с плакатом пришёл! Мы переспали! Мне кажется, то, что произошло вчера между нами, звучит не так пошло! Да, кстати, я забыл вчера тебе передать, что твой отец назначил меня домоправителем! Держи! Поздравляю! Ты быстро делаешь карьеру! И убери цветы и дури! Ещё не хватало, чтобы весь институт зажужжал! Откуда это у меня хорошие курсовые? Я сказала, спрячь! А лучше выбрось! Я отсядь от меня! Дома поговорим! Лёха, белки передай! Жека, тебе сейчас намного лучше, чем мне! У тебя хотя бы всё понятно! Музыка! 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 В общем, Николай Константинович, я переговорил с нашими юристами, Тихонов отклонил все наши предложения. Он подает в суд. Он нашел документы. Вить, какие документы? Это было сто лет назад. Сто лет назад. Хорошо. Вот, копии. Я, кстати, достал их, рискуя своей жизнью. Подожди, мой юрис-консуль сказал, что этого в природе нет уже давно. А вы ему до сих пор доверяете? Он почувствовал, что пахнет нашим поражением. И… В общем, мне жаль. Витя, тебе жаль? А ты почему до сих пор молчал про документы? Ты понимаешь, ну это крах. Мне придется всех вас уволить, чертовой матери. Николай Константинович, а вы знаете, что такое прощальный танец аиста? Чего? А он выглядит примерно так. Вот так. Вот так вот. Витя, ты в порядке? Я в полном порядке. Николай Константинович, я с вами прощаюсь. Тихонов мне предложил должность и соответствующее финансирование. Так что спасибо вам за эти годы. Вон пошел. С удовольствием. Вон пошел. И не надо на меня кичать. Да не думаю, у нас тут такая рабочая ситуация. Да я на работе не думаю. Мне в институте хватает. Леша, у меня скоро день рождения. Список приглашенных я сам составлю. А возглавлять его будет знаешь кто? Нет. Тихонов. Он конечно не приедет, но пускай знает, что я его не боюсь. И у меня к тебе срочное поручение будет. Знаешь цветочный магазин на Садовой? Ну конечно, мы же там цветы заказываем. Вот. Сейчас поедешь в автосалон на Пушкинской. Вот смотри. Угу. Так, сейчас. Так. Вот смотри. Вот видишь, возьмешь товар и отгонишь его к цветочному магазину. Угу. Да, Леша, и еще. Не нужно, чтобы кто-то еще знал о моем поручении. Да, конечно, поняли. Угу. Угу. Ну хорошо, Мусик, все хорошо. Пока, давай. О, вы уже едите? Да, нам Леша приготовил. Молодец. Мам. А? Если Леша такой молодец, можно он останется с нами навсегда? Ну, как это навсегда? Ну, чтобы нам всем было легче. Тебе, папе, Ангелине. Ну и нам. Ага. Ну я подумаю. Алло. Какой режиссер? Да. Да. Да, я слушаю. Очень вкусное печенье. Я таких не пробовала даже. Мне тоже нравится. Отцу привезли. А кто он у тебя? Ну, как сказать, а? Ну, не хочешь, не говори. Я считаю, что человек сам определяет себя, а не его родители. Ты правда так считаешь? Ну да, родители — это хороший фундамент. А дом на нем должен возводить сам человек. Ну и какой он твой дом? Я не знаю. Мы с мамой с самого детства жили в съемных квартирах, поэтому не знаю, что такое собственный дом. А ты попробуй представить. Ну, закрой глаза и попробуй представить, какой он твой дом. Сейчас попробую. Попробуй, попробуй, конечно. Сейчас. Он небольшой. Одноэтажный. Очень светлый. Там мало перегородок и много света. А еще сад. И там очень красивые цветы. И дорожки с маленькими камушками. Белыми. Еще приятно босиком по ним ходить. Вот. И за домом. И еще океан. А что ты делаешь? Океан? У тебя телефон. Алло, привет. Слушай меня. Звени в окно. У меня для тебя сюрприз. Хорошо. Сейчас. Это мне? Я просто боюсь, что ты на своей дребезжалке ездишь по нашим дорогам. А как тебе понравилось? Да ты что? Ой. Я знаю, что у тебя плохие дела. Зачем такие траты? А что скажет Елена? Это мое поздравление. С победой в конкурсе. Это самый лучший подарок в моей жизни. Да не обижайся. Я не могу его принять. Почему? Ну, ты же знаешь, что я должна все в этой жизни сделать сама. Все целую. Пока. А можно я спрошу прямо? Ты меня пугаешь? Я видел фото на компе у человека, который прислал тебе машину. И что? Не-не, это, конечно, не мое дело. Просто я хотел узнать… А почему ты не взяла машину? Ты ведь не это хотела спросить. Хорошо. А что вас связывает с этим человеком? А ты готов мне рассказать, что тебя связывает с Ангелиной? Ага. Прости. Готов узнать все мои тайны? Не рановато ли? Понял. Прости. Вкусные были печенья. Леша! Да. А ты не поможешь мне передвинуть вазон? Он просто тяжелый. И оно не справится. А у нас есть еще чай? Представляешь, и тут индекс Доу Джонса опустился до небывало низкой отметки. И что? Что-что? Ну, поднялся. Ага. А я стихи пишу. Да? Да. Хочешь, почитаю? Не, не хочу. Нет? Да уж, я не ожидал, что торговать цветочками — это такой тяжелый труд. Еще бы. О! А я так вижу, тебе мало работы по дому, да? Ангелина, знакомься. Это Катя. Катя, а это Ангелина. С чего ты взял что-то мне вообще интересно? Так. Ну, мало ли. Цветочки понадобятся. Значит, мне на учебу у него денег нет, а машиной тебе покупать есть. Я его не просила. А ты попроси. Попроси. Он же ради тебя на все готов. Даже в ущерб собственной семье. Ну, а ты чего встал? Чего встал? Пошли. Пошли. Теперь я вообще ничего не понимаю. Слушай, какой Евгеша классный. Он такой умный. Он пошел на курсы испанского языка. Он такой классный. Ты не представляешь. Представляю. А сейчас с настроением-то, а? Алеша, это куда с кем уехал? А что за машина возле магазина? Давай работать. Давай. Чего молчишь? Зачем ты так с ней? Ну, извини, дорогой. Но с такими иначе нельзя. Они должны знать свое место. А ты свое место знаешь? Да. И прекрасно себя на нем чувствую. Я беру от жизни то, что хочу. Вот, например, я сейчас хочу в клуб. И я туда еду. Тебе вообще какая музыка нравится? Бетховен. Тема судьбы. Знаешь такую? Шутишь? Шучу. А я вот никогда не шучу. Прятаться за шутками у дел слабых. А ты считаешь себя сильней? Ну, посмотри на меня. Я могу в этой жизни все. Ну, да. Наверняка. Угу. 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 Блин. Ну, ты зачем? Тебе еще это надо? Спрашивает. Что ты здесь делаешь? Угу. Вот это парочка. Ума Турман и Джеймс Бонд. Уезжаешь? Да вы не стуете напряги. Надо ехать. И зачем ты сейчас врешь? Я вру. Ну что, похоже, что я вру, что ли? Каждый человек в своей речи использует до пяти процентов вложений. Ты это делаешь сейчас. Сам этого не замечает. Все люди врут, поэтому и прощают другим их же вранье. Только дети говорят правду. И за это им попадают. А когда дети становятся старше, они тоже начинают врать. Так же, как и взрослые. Ну вот, и зачем вы мне сейчас эту мораль читаете? Потому что ты сейчас врешь сам себе, и это хуже всего. Просто разберись, чего ты хочешь? Ну как ты все совсем запуталась. А ты распутывай. Спрашивай напрямую. Если человек ответит тебе правду, ты можешь ему доверять. А если шоврет, бей в глаз. Дурак. Осень наступила, высохли цветы. Мне никто не нужен, кроме ты. Этой осенью с тобой, с тобой за руки вдвоем взялась... А вас не надо, юбиляров не любят. А ты откуда знаешь? Да хотя, можешь не говорить. Я все понимаю, люди взрослые. Айстов, мой отец. Ну да, да. А я твоя сестра-близняшка. Да ладно. Это правда? Получается, что твой папа миллионер, лопатой конфеты гребет, а ты в это время по ночам букеты крутишь? Такого же не бывает. Как видишь, бывает. Слушай, ну... А чего ж ты тогда киснешь? Да я не кисну, я просто думаю, идти к нему на юбилей или нет? Да конечно идти. Конечно идти. Чего тут думать? Значит так, я сейчас звоню своей подружке, она у меня в бутике работает. Мы тебе подберем самое нарядное платье. Серги люстры, вот такие каблуки, чтобы ты вошла и была с ног сшивательной. Зачем? Ну как зачем? Чтобы он видел. Чтобы все видели. У тебя все хорошо. Значит так, грудь морковкой, хвост пистолетом. Давай вперед, иди собирайся. Я сама доделаю эти букеты. И я помню, юбиляр Рос не любит. Доброе утро. С днем рождения. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну, ты меня балуешь. Нравится? Нравится. Чего так рано? А мне звонил режиссер и предложил главную роль в Джойсе. Его у нас еще никто не ставил, это будет бомба. Ну вот видишь, я тебя поздравляю. Верю в тебя. А еще теперь мой агент Алексей Агафонов. Это он убедил режиссера взять меня на главную роль. Как он это сделал, я не знаю. Вот как раз письмо от него. Читай. Спасибо за все. Мне было приятно работать на вас, но сейчас вези отказаться. Так, я не поняла, он что ушел? Думаю, да. Но надо что-то делать. Мы без него как без рук. Тебе не кажется странным, что всего за несколько дней мы уже не можем обходиться без этого нашего случайно найденного садовника. А тебе не кажется странным, что-то ты его нанял дома правителя? Забыл? Забыл. Лёха, ты представляешь, она вообще такая классная, такая прикольная. У нее собраны фотографии артистов, начиная с тридцатых годов. Она что, Дункан Маклауд, что ли? Живет вечно? Не, это ее бабушка еще начала собирать. Кстати, а где Айс-то? Что, поссорились? Можно и так сказать. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Не, я у нее больше не работаю. Да. Я слушаю. Ну, здравствуй, домоправитель. Прочитал я твое письмо. Здравствуйте, Николай Викторович. Да, я увольняюсь. Бежишь? Да при чем здесь это? А при том, что я еще не утонул. А я по личным мотивам. Никогда не думал, что буду кого-то о чем-то просить. В общем, Леша, я прошу тебя остаться. По личным мотивам. Мне сейчас нужно сконцентрироваться на борьбе за фирму, а не на доме. С тех пор, как ты пылился, все же как-то наладилось, упорядочилось. Лена, ну, в смысле, Елена Васильевна Джойса читает. Машка с Ванькой бредят тобой. Приятеля на части рву. Деньги за тебя предлагают. Да, представляешь. А то им дети мозг весь вынесли. Да. В общем, помоги мне, Леша. Понимаете, Николай Константинович, я к вам в дом не из-за денег устроился. Да я сразу догадался. Я же видел, как вы с Ленкой танцевали. А можно прямой вопрос, вот по-мужски? По-мужски? Ну, давай. А какие у вас отношения с Катей? Ну, хорошие. Нормальные, ну, в обычные отношения. Какие отношения могут быть у отца с дочерью? Как это с дочерью? Так. Катя моя дочь от первого брака. Просто живет отдельно и носит фамилию матери. Подожди, а ты почему спрашиваешь? Мне кажется, я люблю Катю. Это, может быть, немножко не мое дело. Ты определися сначала, тебе кажется, что любишь, или кажется, что Катю. Ангелины как же? Я не знаю, как Ангелина. Я вообще ничего не знаю. Мне надо разобраться. В себе. Давай-ка сделаем так. Ты мне помогаешь организовать юбилей и разбирайся хоть до упада. Согласен? Согласен. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы можете мне довериться. Конечно. Да, вы можете мне все рассказать. Я — могила. Да. Здравствуйте. А вы знаете, говорят, что Аистов совсем обанкротился? Угу. Дела идут все хуже и хуже. Да что вы говорите? А еще говорят, что его помощник Виктор, кажется. Так вот, а его кто-то переманил к Тихонову. Представляете? Давайте мы поднимем сюда. Очень интересно. Как приятно. Здравствуйте. Великолепно выглядите. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Женька, Белка. Каким судьбом? Привет. Нас Катя пригласила. Вот где ты работаешь. Не завидуй. У нас будет и получше. Белка, ты же помнишь о МССПП? Да. Молодой, симпатичный, стеснительный, перспективный. Ключевое слово здесь — перспективный. Именно. Кать! Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Привет. Привет. С днем рождения. Это тебе. Я сама его сделала. На языке цветов означает «люблю, целую, благодарна за все твоя Катя». Спасибо. Ну, сегодня надеешься, что до конца вечера останешься? Ну, конечно. Не зря же я так надеялась. Ничего, нормально. Правда? Алексей, что мы будем делать? Режиссер звонит все время. Где деньги будем брать, а? Елена Васильевна, погодите. Еще не вечер. Вечер уже. Леженька, посмотри в окно. Вечер уже. Потерпите. Скоро все поймете. Друзья мои, я прошу минуточку внимания. Я рад, что вижу вас сегодня на моем дне рождения. Считается, что это возраст, когда нужно делать какие-то выводы, подводить итоги, оглядываться назад. Я считаю, что достиг многого. Развивал капитал, наращивал мощности, вообще занимался всяческими организационными проблемами, а он… Но, к сожалению, на жену, на детей, ты что ж там говорить, на себя, категорически времени не хватало. Но я с надеждой смотрю в будущее. Еще есть куда стремиться. Я еще хочу сказать, что главным достижением жизни, я считаю, своих детей. А теперь, пользуясь правом именинника, я хочу пригласить Натаня в свою старшую дочь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Знал? Скажи, знал? Нет. У нее уже другая фамилия. И фамилию по маме взяла. Гордая какая. Всего захотела добиться сама. А теперь что? Цветочками торгует? По-моему, она отлично танцует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй, Игорь. Я поздравляю тебя, Николай. Знакомься, это моя старшая дочь, Катя, наследница. Так это Надеждина дочка. А похожа. И взрослая. Прям невеста. Так, а я тоже тут с сыном. Леха, ну-ка покажись, ты где? А, Леша, ты чего? Отойди от меня. Леша, там папа, ты руки убери. Да Леша, Леша, давай. Держи. Здрасте. Ну вот. Папа, я же просил, ну при всех. Ну, удивлён? Ты всегда был мастером сюрпризов. Да я сам был в шоке, когда узнал, что мой сын работает у тебя. И как работает, он решил помочь мне развалить компанию Айстова. А ты думал, уход твоего помощника Виктора, поиск документов и прочее, чьих рук дело? Вон. Ну, с чем пришёл? С налоговой инспекцией? Да нет. Вот он вывел экономическую обоснованную выгоду из слияния двух компаний. А, не понял. Да я сам пока ещё не всё понял, но это же выгодно обоим. Безусловно. Ну вот. При его варианте слияния, каждый сохраняет свой статус и положение. А, стервец. Я-то всё думал, как тебя сожрать и денег заработать. А он придумал, как не жрать и заработать больше. Двое. Ну так чё, давай покажи нам свои записи. Давайте не здесь и не сейчас. Ладно? Потом. Ну, потом так потом. И вот ещё. Это тебе мой подарок ко дню рождения. Спасибо. Это те документы, которые вы потеряли. Спасибо. Ну, вот. Ну, в этом доме наливают или я уеду? Ну, давай, Евгений. Теперь твоя очередь. Ну, вот. Пойдём. Пеша, я ничего не понимаю. Чё такое, а? Елена Васильевна, всё прозрачно и ясно. Если мы добьёмся слияния двух компаний в один концерт, тогда Айстов на радостях даст вам денег на фильм. Всё определенно ясно же. Конечно. Давайте, танцевать. Пойдём. Катя. Я что-то не до конца поняла. То есть ты проник в дом моего отца из пользы Ангелину? Шпионил для своего, чтобы сделать моего банкротом? Если честно, то да. Так ты подлец? Я помогал своему отцу. Думаю, на моем месте ты поступила бы точно так же. К тому же тогда я не знал, что приду часть. Так что, ты можешь либо простить меня, либо возненавидеть. Прости меня. Мы что, будем знакомиться заново? Алексей. Катерина. Очень приятно. Вот так вот. Сонечка, будем знакомиться заново? А что здесь делает моя собака? Да. И ты меня оставила, Сонечка, да? Слышь, Агафонов, а ты, оказывается, тоже с фамилией по маме? Хорошо придумали. А может мне тоже так сделать, чтобы быть в полном шоколаде, как вы? Отец ее наследницей объявил, а? Прости, мне не хочется с тобой разговаривать. А че так? Собрался Катеньке в укромном месте предложение сделать? Не твое дело. А может быть, расскажешь моей дорогой сестрице, как мы с тобой поковыркались в моей машине, а? А может быть, я сама расскажу? В деталях. А то ж она не знает. Катя! Зачем она тебе? Боюсь, тебе этого не понять. Катя, подожди! Я люблю тебя, слышишь? Леша, о господи! Лешка! Леша! Леша, что я с тобой? Лешенька! Леша! Что я? Где я? Кто с тобой? Леша, ты меня пугаешь. А что происходит? Кто все эти люди? Леша, родственники. Родственники? Я так много не помню. И все мои? А меня ты помнишь? Леша, о тебя, о тебя я хорошо помню. Я женат на самой красивой девушке на свете. Она работает в цветочном магазине. У нас трое детей и маленькая собачка. Мы живем в маленьком светлом доме на берегу океана. Вокруг него растут цветы, а дорожки усыпаны белым камнем. И океан. Красивые воспоминания. Выходи за меня. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А они друг другу подходят Редактор субтитров А.Семкин